Добрый день, друзья, с вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Михаил Юрьевич Мухин. Михаил Юрьевич, приветствуем. Добрый день. Добрый день. Я так понимаю, сегодня мы хотим закончить нашу сагу об авиагроме. Я надеюсь. Как раз последняя часть, с чего начали, с тем и заканчиваем. Да, 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 где-то так. Итак, сегодня мы с вами поговорим про советский авиапром в 1942-1945 годах. Но, видите ли, я задолжал рассказ про развитие модельного ряда, поэтому наша сегодняшняя встреча будет построена, скажем так, двухэшелонно. Сначала мы поговорим про развитие модельного ряда, а потом мы с вами посмотрим, как, собственно, развивалась авиапромышленность, и постараемся понять, а почему модельный ряд развивался вот именно так. Что его, собственно, привело именно в такой вид. Ну что ж, let's go! Всем интересно, почему Поликарпову не дали построить И-185? Ну, поговорим про Поликарпову. Вообще, если брать весь авиавыпуск за годы войны, подразделяя его на классы авиатехники, то очевидно, что, в общем-то, львиную долю всего авиавыпуска составили одномоторные самолёты тактического звена, это истребители и штурмовики. В среднем, ну, в разные годы по-разному, но в среднем за войну годовой авиавыпуск имел такой характер. Приблизительно 40% – это истребители, приблизительно 30% – это штурмовики, ну и всё остальное – это вот остаток, это бомбардировщики, учим, тренировочные самолёты, транспортные самолёты и так далее. Но вот если рассмотреть ситуацию в каждой из этих классов, то, в общем, там выстраиваются достаточно-таки интересные картины. Итак, на 1939 год в СССР производилось два основных типа истребителя. Это моноплан И-16, и биплан И-153. В принципе, эти самолёты были сконструированы ещё в середине 30-х. Разумеется, к концу десятилетия выпускались уже модификации, достаточно далеко ушедшие от исходных прототипов, но генеалогически они восходили именно к тем конструкциям 1934-1935 годов. И, в общем-то, в советском руководстве, в советском эстеблишменте существовал на тот момент уже консенсус, что к 1939 году самолёты явно устарели, требуется системная смена. Подчёркиваю, именно к 1939 году, потому что на 1938 год И-153, который вот только-только запустили в Сирию, вообще рассматриваются как машина очень перспективная. Сохранились письма Ворошилов, в которых пишут, что вот именно такие истребители нам и не нужны, они годятся и для воздушного боя, и для штурмовки, и вообще-то именно то, что нужно. Но вот к 1939 году взгляды изменились, и потребовались принципиально новые машины. Вообще, несколько забегая вперёд, надо сказать, что 1939-1940 год – это вообще такое очень важное, переломное время для советского авиавыпуска, потому что там шла смена модельного ряда практически во всех тактических финишах и в истребителях, и в бомбардировщиках. Штурмовки вообще впервые возникли как таковые. Но не об этом речи, сейчас говорим про истребители. Итак, в 1939-1940 годах были разработаны и прошли испытания сразу три новых истребителя. Это И-26, впоследствии переиндексированный в ЯК-1, это И-301, впоследствии переиндексированный в ЛАК-1, и это И-200, впоследствии переиндексированный в МИГ-1. Что касается И-180, то вообще надо сказать, что кроме И-180 там ещё было несколько машин, которые тоже рассматривались как потенциальные сменщики И-16, но они в серию не пошли. И про все говорить не будем, скажем про И-180. И-180 машина была достаточно такая интересная, но её сгубил мотор М-88, на который возлагалось много надежд, и который доводили очень медленно, очень мучительно, и вообще-то по большому учёту к тому времени, когда довели самолёту нового поколения, уже фактически заканчивали испытания. Поэтому И-180 трагически запоздал. И вы знаете, ну это, конечно, элемент такой контрфактической истории, но я полагаю, что даже если бы М-88 был готов раньше, И-180 было бы очень трудно конкурировать с теми самолетами, которые были реально приняты на вооружение, потому что И-180 строился по конструктивной схеме И-16. У него был цельнометаллический центроплан, то есть несущий каркас центроплана, это его лонжероны и нервюры изготавливались из дюралюминия, самолётов требовалось много, соответственно, дюралюминия тоже потребовалось бы очень много, и чисто экономически И-180 проигрывало. Но как бы там ни было, это вопрос уже альтернативной истории, факт остаётся фактом. В серию было запущено три истребителя, Як-1, Лага-1 и Миг-1. А у нас, кстати, на канале есть аж четыре ролика с Геннадием Павловичем Серовым, где он очень подробно, скрупулёзно, буквально по дням рассматривает эту всю ситуацию, поэтому, товарищи, ссылочка будет в описании, посмотрите, там всё прекрасно. Я эти ролики смотрел, они мне очень понравились, именно поэтому не хочу на этом зацикливаться. Пойдём дальше, я думаю. Не знаю, как сейчас, в 90-е годы одной из тем таких очень бурных дискуссий в около исторических кругах любителей авиатехники, был вопрос о высотном перехватчике МиГ-3. Да. Ну, в общем-то, на мой взгляд, сейчас уже можно отвёрто сказать, что МиГ-3 и МиГ-1 высотными перехватчиками тогдашним советским руководством не рассматривались. Всё это трактовалось как обычные фронтовые истребители. МиГ-1 и МиГ-3 распределялись в самые обычные истребительные авиаполки. Другое дело, что действительно, по опыту воздушных боёв в ходе битвы за Британию, значительно часть советского командования, я имею в виду командование ВВС, пришло к выводу, что, ну, вероятно, в будущем основной зоной воздушных боёв будут высоты где-то там 7-8 километров. Именно на этой высоте МиГ-3 имел наилучшие тактико-технические характеристики. Поэтому, ну, может создаться впечатление, что МиГ-3 был какими-то высотами перехватчиков. На самом деле это не так. Причём это очень, на мой взгляд, важно для понимания последующих событий, в конце 40-го года был принят план авиавыпуска на 41-й год. И по этому плану предполагалось выпустить порядка 4 тысяч МиГов, порядка 4 тысяч ЛАГов и где-то полторы тысячи ЯКов. ЛАГов больше всего, кстати, там было. Сейчас поговорим. Причём, почему, собственно говоря, ЯКов меньше всего? Дело в том, что И-26 уже на 40-й год рассматривался как машина переходная, как машина, производство которого надо сворачивать, а вместо неё разворачивать производство истребителя И-30, который впоследствии был переиндексирован в ЯК-1, извините, в ЯК-3. Но я хочу подчеркнуть, что ЯК-3 1940 года и ЯК-3 1944 года – это даже не брать, это вообще разные машины. Проблема была в том, что у Яковлева, как в известной сказке про Данила Мастера, не получился каменный цветок, поэтому И-30 в серию так и не пошёл, и весь 1941 год выпускался только ЯК-1. Более того, не пошло дело и у Лавочкина. Заказ на производство МИГов получил авиазавод номер один. Авиазавод номер один – это очень такой на тот момент лидер советского истремительного авиа-выпуска, он с заданием справился, поэтому МИГов произвели приблизительно столько, сколько было заказано. Заказ на ЛАГе был передан на завод номер 21. Завод номер 21 выпускал те самые И-16 с цельнометаллическим центропланом. Между тем, ЛАГ-1 – это самолёт цельнодеревянный, у которого центроплан делался из дельта-древесины. Дельта-древесина – это обычная древесина, пластифицированная специальными синтетическими смолами. Соответственно, внезапно практически всё оборудование для обработки металла на заводе 21 оказалось не востребовано. От завода потребовалось срочно, аварийно перестроить практически весь производственный цикл. Завод, это, разумеется, было очень неудобно, он всячески отбрыкивался от этого заказа, он делал ставку на то, что вот-вот доведут ИВ-180, или вот-вот доведут ИВ-21, или вот-вот доведут ещё какой-нибудь самолёт, и мы сможем вернуться к старой привычной технологии. Поэтому, по иронии судьбы, основным выпуском завода номер 21 в 1941 году стали учебно-тренировочные версии старого доброго И-16. Никто не планировал второе по значению «Истребительный авиазавод» превращать в предприятие по выпуску учебно-тренировочных самолётов, но вот так вот цивилически сложилось. У них там вообще интересная такая история, у них есть книга типа «История авиазавода», и у них период с 1939 по 1941 год он просто пропущен. Ну, вопустим, не было ничего. Просто ничего не было. Ну, разумеется, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и события понялись вскачь. Во-первых, выяснилось, что реальные бои на Советско-Германском фронте происходят, как правило, в среднем на высотах от 2 до 4 километров, а на этой высоте, в общем-то, тактические характеристики Мига были уже не блестящие. Более того, выяснилось, что Миг, как истребитель, по моторам конкурирует с штурмовиком Ил-2. На Миге устанавливались моторы АМ-35, на Илье устанавливались авиамоторы АМ-38, между тем все моторы серии АМ выпускаются на одном единственном авиазаводе. Что, характерно в Москве? Да. Он мог выпускать либо АМ-35, он мог выпускать либо АМ-38, но и то, и другое в товарное количество выпускать не мог. Поэтому на протяжении 1941 года производство Мига потихонечку сворачивалось, а завод номер один был перепрофилирован на выпуске их самых штурмовиков Ил-2. Он был эвакуирован, а затем перепрофилирован. Что касается завода номер 21, то здесь ситуация была достаточно драматичной. Как я уже говорил, лак, он был цельнодеревянный. И в силу этого он был несколько тяжелее Яка. При этом моторы на них стояли одинаковые. И там, и там по М-105. С началом войны поставки той самой синтетической смолы сначала свернулись, сначала сократились, потом вообще прекратились. Поэтому лак пришлось делать из обычной древесины. Чтобы соблюсти норму прочности, те же самые детали пришлось сделать толще, а значит еще тяжелее. Мотор тот же самый, самолет все тяжелеет и тяжелеет. И вообще-то стало очевидно, что по комплексу тактико-технических характеристик, лак явно хуже Яка. Встал вопрос о том, что производство стремителей Лавочкина вообще надо свернуть, а на освободившихся производственных мощностях развернуть выпуск того самого Яка, который на минуточку в 1940 году считался машиной проходной, временной. Ну, если смотреть по предварительным планам 1940 года, еще не окончательные, которые были сверстаны в конце на 1941 год, а предварительные, на 2021 заводе как раз должны были выпускать Як-1. Что-то как ни странно. Да, Лавочкин успел. Лавочкин, там такая история детективная, еще раз отсылаю к роликам Геннадия Павловича, там очень подробно все рассказано, как там все произошло, это просто детектив. Лавочкин успел дважды, второй раз он успел уже в 1941 году, он успел ремоторизировать свою машину, установить на нее двигатель М82, причем я хочу обратить внимание, что успел он, а старались-то многие. Работами по ремоторизации на М82 занимался Яковлев и Микоян, но успел Лавочкин, и в том же году начался выпуск нового истребителя Ла-5, который вообще-то стал, ну, на мой взгляд, весьма существенным добавлением к советскому истребительному авиавыпуску. Что касается машин Яковлева, то здесь все было очень извилисто. Дело в том, что еще в довоенный период Яковлев разработал учебно-тренировочный вариант своего истребителя, который был запущен в серийное производство на заводе в Новосибирске. С начала войны стало очевидно, что, в общем-то, нам требуются вообще все истребители, которые только могут, поэтому учебно-тренировочный истребитель Як-7 был, точнее, учебно-тренировочный истребитель Як-1 УТИ был переоборудован во фронтовой истребитель Як-7, причем переоборудован настолько срочно, настолько аврально, что вообще там осталась даже вторая кабина, и просто зашили, но место по второму пилоту оставалось. Уже позднее, я не помню, по-моему, в конце 1942 года на базе Як-7 был сконструирован настоящий фронтовой истребитель Як-9, который представляет собой фронтовой истребитель, сконструированный на базе учебно-тренировочного истребителя, сконструированный на базе фронтового истребителя. Вот такой вот извилистый путь. Причем надо сказать, что Як-9 – это машина с точки зрения производства уникальная. Начнем с того, что это самый многочисленный советский истребитель времён Великой Отечественной войны, там было изготовлено порядка 15 тысяч штук. Во-вторых, продолжить тем, что он практически не выпускался. Вот, извините, именно так. Дело в том, что уже в процессе испытаний было разработано две модификации – Як-9Д с увеличенной дальностью и Як-9Т, тяжёлый, на котором сумели взгромоздить 37-литровую автоматическую пушку. Так вот, выпускались основные эти две модификации – Як-9Д и Як-9Т, а Як-9 просто почти не выпускался. Потом М пошёл уже. А вообще, надо сказать, что затронули эту тему, Як-9 уникальный ещё по новому параметру – это был, насколько мне известно, единственный советский истребитель, у которого было 15 официальных модификаций. Як-9Д, Як-9Д с ещё большей увеличенной дальностью, Як-9К, на котором взгромозили 45-миллилитровую автоматическую пушку, Як-9Б, в котором организовали небольшой бомбовую отсек, использовали как истребитель-бомбардировщик и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, уже в 1944 году, почти синхронно, с разбегом в несколько месяцев, происходит последнее обновление советского истребительного авиавыпуска. Лавочкин в свой Ла-7, извините, в свой Ла-5 поэтапно вносит так много отдельных изменений, что в сумме они приводят к существенному увеличению тактико-технических характеристик, и по итогу мы получаем новый истребитель Ла-7. Як-9Д в свою очередь модернизирует исходную машину Як-1, максимально облегчает, устанавливает на неё форсированную версию мотора и получает новый истребитель Як-3. И, в общем-то, именно эта парочка, Як-3 и Ла-7, благополучно и доломали хребет Люфтваффе на Советско-Германском фронте. Як-9 с Ирокобрами ещё. Ну, в какой-то степени. Ну, вы знаете, есть такая книга Шваби Диссон, если мне не изменяет память, которая описывает воздушную борьбу на Советско-Германском фронте с немецкой точки зрения. Так вот, Шваби Диссон говорит, что именно Як-3 и Ла-7 сделают ситуацию для Люфтваффе безнадёжной. Такова была его точка зрения по данному вопросу. Что касается бомбардировщиков, то здесь, к сожалению, всё обстояло несколько более трагично. Понимаете, когда мы говорили про истребители, в общем-то, мы говорили только про истребители фронтовые. Действительно, в СССР выпускался дальний истребитель Пе-3, но было их очень мало, и вообще даже не имеет смысла про него говорить в масштабах всего аэвыпуска. А вот с бомбардировщиками было несколько сложнее, потому что бомбардировщики чётко делились на несколько тактических групп. Во-первых, разумеется, самолёты поля боя. Во-вторых, фронтовые бомбардировщики. И, наконец, дальние бомбардировщики. Причём, что характерно, практически по всем этим группам в 1939 году опять-таки шло системное обновление авиаряда. Итак, на 1939 год в СССР выпускается самолёт поля боя Р-10, фронтовой бомбардировщик СБ и дальний бомбардировщик ДБ-3, который впоследствии был переиндексирован в Ил-4. И по поводу всех этих трёх машин существует консенсус, что, в общем-то, машины устаревшие, надо их с производства снимать и принимать на производство новое. Причём Р-10 квалифицировался именно как вообще негодный самолёт, абсолютно. Да-да-да. И, в общем-то, по большому счёту, эта задача была решена. Итак, начнём вот как раз с самолёта поля боя. Да. Проводится признопамятный конкурс Иванов, или Иванов, я не знаю, как правильно говорить, и принимается на вооружение сначала Су-2, а затем Яковлев сумел протолкнуть в серийное производство свой самолёт Як-2, он же Як-4, они отличались только моторами. И уже в результате боёв 1941 года советская команда приходит к выводу, что, в общем-то, ни Су-2, ни Як-4, по большому счёту, на фронте не так уж нужны. Их задачи достаточно успешно решает Ил-2, поэтому производство обеих моделей сворачивается. Далее ситуация с дальними бомбардировщиками. Опять-таки, с точки зрения советского командования всё было, ну, скажем так, нормально, всё было по плану. Производство Ил-4 потихонечку сворачивалось. Вместо него на заводе номер 18 в Воронеже осваивался выпуск Ер-2. Проблема в том, что Ер-2 конструировался по двигателю АМ-37. Мы с вами уже говорили, что Иллы и Миги конкурировали за моторов. Проблема в том, что Ер-2 по моторам ни с кем не конкурировал. АМ-37 просто не довели, его не было вообще. Соответственно, пришлось волен с неволен с выпускать самолёты с двигателями М-105, а с этими двигателями тактико-технические характеристики бомбардировщика очень резко просели. Грубо говоря, он мог взлетать со считанного количества аэродромов с очень длинной бетонированной полосой. Более того, начинается война. Завод сначала эвакуирует в Куйбышев, потом перепрофилирует на выпуск штурмойков Ил-2. И, в общем-то, выпуск Ер-2 возобновился только в 1944 году уже под дизель М-30 и М-40. Теоретически идея была очень хороша. Дизель экономичный, поэтому мы можем резко увеличить дальность полёта. На практике и М-30 и М-40 работали крайне нестабильно. Фактически каждый вылет превращался в русскую рулетку. Либо двигатель будет работать, либо не будет. Поэтому, по большому счёту, на протяжении всей войны Ер-2 сколько-нибудь существенной роли не сыграли, а основной рабочей лошадкой советских ВВС, дальней бомбардировочной авиации, имею в виду, оставался тот самый Ил-4, который вообще-то планировалось снять с производства ещё в 1940 году. Теперь что касается фронтовых бомбардировщиков. С фронтовыми бомбардировщиками сложилась ситуация, но, в общем-то, тоже, на мой взгляд, не вполне удачная. Итак, то, что СБ надо снимать с производства, с этим были согласны все. Но дело в том, что в 1940 году под влиянием победных гитлеровских реляций, про то, что у нас есть такой чудесный пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87, который шикарно себя проявил и в Польше, и в Испании, и во Франции, и в Норвегии, и вообще везде, где он только использовался. А советское… И в Африке. И в Африке. Не, ну в 1940 году ещё про Африку не знали. Потом, я имею в виду. Да, потом да. И в Советском Союзе. Советское командование приходит к выводу о том, что новый фронтовой бомбардировщик обязательно должен быть пикирующим. Соответственно, Петлякову, который как раз к этому моменту завершал испытание своего высотного истребителя ВИЗ-100, было поручено переконструировать свою машину во фронтовой пикирующий бомбардировщик. Я не знаю, что подумал Петляков по поводу того, что ему из высотного истребителя приказали сделать пикирующий бомбардировщик, но он это задание выполнил. И эта машина Пе-2 была действительно запущена в производство в Казани на заводе, наверное, 124. Но истребительное происхождение спрятать было нельзя. У Пе-2 для бомбардировщика была очень приличная скорость, но в общем-то достаточно скромная бомбовая нагрузка. И более того, я не готов давать голову на отрез, но судя по всему, сами военные рассматривали Пе-2 как машину проходную, временную, потому что основные надежды возлагались на настоящий фронтовой бомбардировщик, который с отставанием на год делал Туполев. Впоследствии получил номинование Ту-2. Проблема в том, что к тому времени, как Туполев завершил испытание Ту-2, во-первых, Пе-2 уже выпускался серийно, а самое главное, война началась. Поэтому в 1941 году КБ Туполева, подчёркиваю, именно КБ, уезжает в эвакуацию, а завода для производства Ту-2 ещё вообще нет. Туполеву пришлось в Омске завод для строительства Ту-2 фактически компоновать из станочного оборудования, которое прибывало с разных заводов. Фактически производство, да, как только он наладил этот завод, выяснилось, что Ту-2 конкурирует по моторам СЛА-5, и там стояли моторы М82, а так истребители на тот момент явно были приоритетней, выпуск Ту-2 опять отложился. В общем-то, выпуск Ту-2 начался только в 1944 году, хотя явно, что по своим техническим характеристикам Ту-2 был лучше, чем Пе-2, но, в общем-то, практически всю войну основу советской бомбардировочной авиации составлял именно Пе-2. Но, к сожалению, как бы сложилась ситуация именно таким образом. Что касается штурмовиков, то здесь, в общем-то, всё очень просто. На 1939 год штурмовиков не было вообще. Это было очень плохо, затем все соглашались, извините, в ВВС официально числилось 15 штурмовых авиаполков, которые были укомплектованы устаревшими истребителями. Наконец, в 1940 году проходит испытание Ил-2, и с 1941 года начинается серийное производство этого штурмовика, и в общем-то, он выпускается практически всю войну, и только уже совсем под занавес появляется Ил-10, который, строго говоря, от Ил-2 ушёл недалеко. Достаточно интересная деталь. Ну, про бомбардировщики говорить не будем, потому что там всё очень было специфично. А вот в отношении истребителей и штурмовиков в советском авиапроме существовала такая очень жёсткая закономерность. Самолёты одной и той же модели могли выпускаться на разных предприятиях, но практически всегда существовал головной завод, который выпускал приблизительно 70-80% всех самолётов данной модели. Скажем, львиная доля всех Яков-1 и Яков-3 – это выпуск саратовского завода номер 292, легендарный саратовский саркомбайн. Львиная доля всех Ла-5 и Ла-7 – это завод номер 21. Подавляющее большинство всех Яков-7 и Яков-9 – это новосибирская фабрикация. Со штурмовиками там несколько сложнее. Формально там два ведущих завода, номер 1 и номер 18, но если учесть, что и номер 1 и номер 18 эвакуировались в Куйбышев, на территорию того самого особостроя гражданина Лепилова, то, вообще-то, я думаю, что можно говорить о таком головном авиастроительном кластере в Куйбышеве. Это были два предприятия, но они, в общем-то, находились бок о бок. Ну что ж, мы рассмотрели, как развивался авиамодельный ряд. Теперь давайте рассмотрим, а почему он развивался именно так. Вы знаете, здесь начать нужно будет несколько издалека. На 1940 год гитлеровская Германия подчинила себе большую часть Европы. Какие-то страны она завоевала, какие-то страны стали её сателлитами, но так или иначе на экономику Рейха работали промышленные мощности большинства европейских стран. Поэтому, если сравнивать на 1940 год экономический потенциал Рейха с учётом аффилированных экономик и Советского Союза, то, в общем-то, эта картина напоминает противостояние Васи Пупкина из 9-го Б с Майклом Тайсоном. Причём в роли Тайсона был явно не Советский Союз. На 1940 год Рейх, с учётом присоединённых экономик, добывал угля приблизительно вдвое больше, чем Советский Союз. Генерировал электроэнергию и выплавлял стали приблизительно в 2,5 раза больше. А по выплавке стали Рейх превосходил Советский Союз в 3,8 раза. То есть, вот лобовое столкновение было для советской экономики ну, смерти подобно. Весь ужас в том, что далее начинается Великая Отечественная война, эвакуация. И как мы с вами уже говорили, конец 1941-го, начало 1942-го года – это момент наиболее глубокого падения советского промышленного производства. То есть, в начале 1942-го года советские экономисты могли вот ту ситуацию Васи Пупкина против Майкла Тайсона вспоминать как безвременно ушедший в прошлый золотой век, потому что сейчас ситуация была ещё хуже. Мы с вами говорили, что конец 1941-го, начало 1942-го года, это период кризиса и советской экономики, и советской авиапромышленности. Мы с вами говорили, что это был Сталинград авиапрома, когда нужно было стоять за счёт морально-волевых качеств, чтобы других ресурсов уже не оставалось. И они выстояли. Но надо давать себе отчёт, что на морально-волевых качествах можно выстоять квартал. Можно, сцепив зубы, перетерпеть, но чтобы идти вперёд, требовалось что-то ещё. Желательно ресурсы. И вот именно сейчас мы рассмотрим, за счёт какой стратегии они победили. Мы сейчас будем рассматривать ту самую стратегию победы, которая позволила советскому авиапрому молотками забить ведомство Геринга под землю. И рассматривать эту стратегию я предлагаю поэтапно, вот от яруса к ярусу, поднимаясь вверх. Начнём с самого нижнего яруса. Уровень рабочей бригады. Мы с вами говорили о том, что в ходе эвакуации удалось эвакуировать две трети станочного парка и только треть персонала подготовленного. Соответственно, вопрос, минуточку, а кто теперь ко всем этим эвакуированным станкам встанет? Причём, чтобы вы понимали масштаб проблемы, на конец 1941 года НКАП рапортовал о том, что сейчас в его распоряжении находится приблизительно 110-120 тысяч рабочих. А на первый квартал 1942 года, с учётом эвакуированного оборудования, ему требуется дополнительно ещё порядка 250 тысяч рабочих. Не всего, а дополнительно. А несколько забегая вперёд, мы знаем, что к концу 1942 года численность персонала авиапромышленности достигла приблизительно 630-640 тысяч человек. И общество на этом уровне стабилизировалось, и так они держались до 1945 года. Ну, традиционным источником пополнения были выпускники школ фабрично-заводского обучения и реверсных училищ. Выпускников школ ФЗО на заводах традиционно называли фабзайцы. Ну, конечно, над фабзайцами можно было шутить, можно было анонизировать, но проблема в том, что выпускники школ ФЗО – это была элита. Это были сливки всех пополнений, это были фактически молодые квалифицированные рабочие, которые можно было сразу ставить к станку. За такое пополнение шла ожесточённая межведомственная драка, но самое главное, что было очень мало. Мы с вами говорили о том, что за 1942 год численность персонала авиапромышленности возросла приблизительно со 120 до 620 тысяч. Так вот, за всю войну, с 1941 по 1945 год, на авиазаводы пришло 70 тысяч выпускников школ ФЗО. То есть, в 1941 году их пришло максимум 10-15. Вопрос, откуда сделался ещё полмиллиона? Да. А, в общем-то, надо понимать, что основным источником пополнения персонала авиазаводов в годы войны стали вчерашние домохозяйки и вчерашние старшеклассники, то есть, лица, вообще не имеющие никакой квалификации, а слово совсем. Мы уже говорили о том, что в 1941 году советский управленческий аппарат совершил маленькое чудо, осуществив эвакуацию. На мой взгляд, второе маленькое чудо, которое совершил советский управленческий аппарат, это дообучил вот эту огромную массу неквалифицированной рабочей силы до такой степени, что она смогла работать на заводах. Как это происходило? В общем-то, строго говоря, никакой волшебной авады-кедавры советские управленцы не изобретали. Они взяли хорошо отработанную систему индивидуально-бригадного ученичества. Значит, на завод приходил человек, который о промышленном предприятии не знал вообще ничего. Его прикрепляли к индивидуальному наставнику, который проводил какой-то базовый инструктаж на уровне вот этого завода, здесь шпиндель, здесь суппорт, здесь он включается, сюда палец не суй и так далее. После того, как новичок получал хотя бы какое-то минимальное представление о работе на станке, их объединяли в учебные бригады, там от 2 до 10 человек, и проводили обучение некому начальному комплексу профессиональных навыков. После чего их отправляли уже, собственно говоря, на тенциационную комиссию, которая присваивала им ту или иную квалификацию в рамках квалификационной сетки. Схема отработанная. Проблема в том, что в мирное время, вот по этой схеме индивидуального бригадного ученичества, молодого клепальщика, сварщика, токаря, формовщика учили в зависимости от профессии от 6 месяцев до 2 лет. В годы войны тот же самый объем образования надо было упрессовать в период от 1,5 до 2 месяцев. Вот с 2 лет до 2 месяцев. Как? Каким таким волшебным способом? А способ был очень простой. Молодых рабочих, во-первых, учили самым простым, самым базовым приемом. Во-вторых, рядом с этими молодыми рабочими, которые наконец-то получили какую-то квалификацию, на каждом заводе создавались, называемые, стахановские школы, которые дообучали молодых рабочих, как сейчас сказали бы, интерактивно в процессе работы. И вот эта вот система индивидуальной бригадной ученичества плюс стахановские школы, она сработала. В нашем распоряжении есть уникальный материал. Промышленные переписи весны 1941 года, мая 1941 года и январь 1945 года. Промышленные переписи – это достаточно толстый документ, он рассматривает самые различные вопросы, но в том числе есть такая таблица – средний уровень квалификации по заводам. Так вот, если рассматривать только те заводы, которые были в 1941-1945 годах, практически везде этот средний уровень квалификации был очень близок, и даже в пиковых значениях, когда вот эта вот дельта была наибольшей, она исчислялась сотыми долями процента и почти всегда была в плюс. Они подтянули уровень квалификации фактически к довоенным значениям. Маленькое отступление в сторону. В 1941 году советские специалисты регулярно ездили в Германию, в том числе закупать новую технику и в том числе осматривать авиазаводы, как там всё это устроено. По результатам этих инспекций советские инженеры написали доклад, что немецкие авиазаводы организованы по принципу использования так называемых микробригад, от двух до пяти человек, рабочие в этих бригадах очень высококвалифицированные, свободно читают чертёж, свободно работают на универсальных станках, причём сами настраивают себе этот станок. Никаких мастеров-наладчиков у них нет. И в конце была приписка, что да, эта система очень хорошая, но на советских заводах её внедрять нельзя, потому что такого количества высококвалифицированных рабочих сил у нас нет, и в обозрении в будущем не появится. Помните, мы с вами на прошлой встрече говорили про доклад Петрова о том, что гитлеровцы выпускают 8 самолётов в день? Ведь, как потом выяснилось, это была ошибка. На самом деле гитлеровцы выпускают 25-30 самолётов в сутки, и масштабы производства на тот момент в СССР и в Германии были привязательно одинаковые. Почему и Петров ошибся, почему советская разведка ошиблась? Потому что советские специалисты посчитали количество станочного оборудования, посчитали количество рабочих и прикинули, что при советских нормах интенсивности труда, наверное, они могут выпускать порядка 80 самолётов. Проблема в том, что интенсивность труда у НЕС была намного ниже. Немецкая авиапромышленность в тот момент работала в одну смену, и они считали, что у них всё в порядке. Ну, у них и было всё в порядке. Извините, в 1941-1942 годах немецкие заводы работали в одну смену, а чтобы загрузить простаивающее оборудование, они брали на себя подряды по производству моторных лодок, сборных-разборных туристических домиков и прочего ширпотреба. И только, я прошу отметить этот момент, осенью 1943 года, то есть уже после битвы на Курской дуге, в Ставке Гитлера… Заподозрили неладное. …в которой, согласно известному кинофильму «Все молокольные», поняли, что как бы дело-то пахнет керосином, и был издан признопамятный указ о концентрации военного производства, согласно которому Шпейр получил полномочия по форсированному производству военной техники, и в том числе авиатехники. И вот тогда, когда Шпейр попытался резко нарастить производство авиатехнии, выяснилось, что немецкая рабочая сила, она, конечно, очень высококвалифицированная, но она не масштабируется. Это в СССР можно было дообучить рабочую силу быстро, в Германии это не получилось, поэтому сделать то, что сделал Шахурин, у Шпейра так и не вышло. Ну, надо отметить, что всё-таки производили-то они вполне сопоставимое количество СССР самолётов. Другое дело, потому что воевали они не только с СССР. Да, но производили они другим методом. Они, конечно, решили, ну, скажем так, они решали стоящиеся перед ними проблемами, но Советский Союз решал те же самые проблемы в намного более сложных условиях. Конечно, тут спора нет, конечно. Они же в 1941 году, у них же даже выпуск ряда самолётов даже снизился, там истребители Мессершмитт-109, там Юнкерс Теж-87, они же практически там… Они считали, что у них всё хорошо. Хорошо, да, там он не увеличивался, он скорее уменьшался. И чтобы завершить вот эту тему уровня рабочей бригады, я хотел бы отметить, что в годы войны происходит значительная феминизация, я бы сказал, даже ювениализация авиапрома. На начало 1945 года приблизительно 40% всего персонала НКАП – это женщины, и порядка 10% – это молодёжь до 16 лет. Причём есть у меня такое сильное ощущение, что 10% – это уже результат эффекта взросления за станком. То есть, в 1942 году на производство приходил 15-летний подросток, так к 1945 году он уже был 18-летний, он уже выпадал из понятия подросток. А если мы взяли бы статистику за 1942-1943 год, уровень подростков был бы ещё выше. Хорошо, мы рассмотрели ситуацию на уровне рабочей бригады, пойдёмте выше, на уровень цеха. Начнём с того, что да, к 1945 году они подтянули средний уровень персонала, но подтянули к довоенному значению. А мы с вами уже говорили, что 1941 год – это время массированного притока на авиазаводы неквалифицированной рабочей силы, т.е. на 1941 год уровень персонала, в общем-то, снизился. И это подтверждается. На 1945 год подавляющее большинство рабочих, порядка 80%, это рабочие 3-го, 4-го, 5-го разрядов тарифной сетки, т.е. рабочие средней квалификации. И именно эта золотая середина на своём горбу, в общем-то, и вытащила советский авиапром в годы войны. Причём, это не очень радостная информация, но надо сказать, что к концу войны удельный вес этой самой золотой середины ещё и вырос. На 1942 год на неё приходилось где-то 2 трети, а на 1945 год уже 80%. Почему? Потому что по естественным причинам с авиазаводов уходили рабочие до военной подготовки, высокой квалификации. Они просто по возрасту уходили. Причём многие уходили как бы совсем из жизни. Естественно. Встал вопрос, собственно говоря, как такие рабочие будут делать самолёты. И это, можно сказать, третье маленькое чудо, которое сотворил советский управленческий аппарат. Советские инженеры, советские управленцы членили производственный цикл на сверхмелкие отрезки с тем, чтобы рабочий осваивал комплекс производственных операций в пределах этого отрезка. То есть, они подгоняли не рабочую силу к имеющейся производственному процессу, а производственный процесс подгоняли к имеющейся рабочей силе. Именно за счёт этого вот та самая золотая середина смогла эффективно работать. Встаёт вопрос, собственно говоря, а кто это всё будет делать? Кто будет подгонять производственную линию к имеющимся персоналу? Кто будет создавать Стахановскую школу? Кто будет, в конце концов, руководить всей этой системой индивидуально-бригадного ученичества? Это ИТР. Совершенно верно. Понимаете, для нас с вами, жители начала 21 века, понятия ИТР и инженера, они, в общем-то, синонимы. Вся штука в том, что на 1941 год это было совершенно не так. На 1941 год диплом инженера на авиазаводах имело приблизительно 25% ИТР. Ещё где-то треть – это так называемые техники, то есть лица, закончившие техникум, среднее учебное заведение. А остальное – это официальное название практики. То есть лица, которые имели в лучшем случае за плечами семилетку, а иногда могли не иметь и её. То есть это лица, которые все нюансы авиапроизводства познали эмпирически, непосредственно на заводе. И вот такие ИТР-практики, они могли быть сменным мастером, они могли быть руководителем Стахановской школы, они могли быть даже начальником цеха. И вот именно эти люди на своих плечах и вынесли задачу перестройки, переустройства авиапромышленности с тем, чтобы она могла решать поставленные перед ней задачи с имеющейся рабочей силой. Советская рабочая сила авиазаводов была крайне не манёврена. Советские рабочие могли работать, они, разумеется, не могли читать чертёж, они работали только исключительно с помощью различных шаблонов, плазов, разнообразной оснастки. Именно поэтому для советских авиазаводов так болезненно всегда была перестройка производства новой модели. Да даже не на модели, на модификацию. Даже на модификацию, потому что всё это означало в первую очередь разработку нового комплекта оснастки. И, кстати, вот раз вы затронули этот вопрос про модификации и модели. Я в своё время проводил исследования, я сравнивал количество моделей самолётов, которые одновременно производились в СССР и в Германии. И, разумеется, в Германии и в 42-м, и в 43-м, и в фактически на протяжении каждого года выпускалось больше моделей, чем в СССР. Грубо говоря, в Германии делалась ставка на специализированные модели, а в СССР на такие более универсальные. Но здесь маленькая хитрость. Дело в том, что в Германии традиционно, внося в исходную модель даже достаточно существенные изменения, речь шла о новой модификации. В СССР, как правило, если в исходную модель вносились достаточно существенные изменения, речь шла о новом самолёте. На мой взгляд, БФ-109Е выпуска 1940 года отличается от МЕ-109, не знаю, К 1944 года, ну никак не меньше, чем Як-1 1940 года от Як-3 1944 года. Но для Германии это всё модификация одной и той же модели, МЕ-109, а для СССР это два разных самолёта, между которыми, извините, вклинились ещё и Як-7, и Як-9, то есть фактически даже четыре. И если мы пересчитаем советский модельный ряд по немецкому стандарту, полагаю, что количество моделей в советском модельном ряде ещё более сократится. Почему? Потому что для советских предприятий запуск всей новой модели, новой модификации, называйте как хотите, всегда было крайне сложным, крайне трудным, особенно с учётом того, что руководство страны настаивало, чтобы освоение новой модели всегда шло с сохранением масштабов валового выпуска. Поднимемся ещё на один ярус выше, на уровень завода. Я бы сказал, завода и отрасли. И здесь мне хотелось бы отметить два момента. Вообще, в 1941 году, скажем, в третьем квартале 1941 года, была характерна тенденция на всяческое ужесточение оперативного управления каждого предприятия страны наркомата. Ну, скажем, на заводах был ликвидирован директорский фонд. Раньше в директорский фонд шла определённая доля сверхплановой прибыли с тем, чтобы директор мог лично, никого не оповещая, примировать наиболее отличившихся рабочих. Теперь этот фонд ликвидировался. Более того, со всех заводов при казном порядке изымались все излишки фондируемых материалов и перераспределялись в масштабах отрасли. Но уже где-то к концу 1941 года стало очевидно, что руководить каждым заводом по телефону из Москвы невозможно. Поэтому с начала 1942 года советских директоров авиазаводов уже стали фактически принуждать решать проблемы самостоятельно. Брать на себя ответственность, искать решения, проводить эти решения в жизни, вообще-то отчитываться только о результатах. И вы знаете, это дало эффект. В годы войны на советских авиапредприятиях выросла целая плеяда управленцев, которые не боялись брать на себя ответственность, не боялись принимать самые жесткие решения, проводить эти решения в жизни, не знаю, с жесткостью наступающего носорога и готовых нести занятую ответственность. Такие люди, как я не знаю, Баландин, Шенкман, Третьяков, Жезлов, они сделали для советской авиапромышленности то же самое, что Зальцман и Малышев сделали для советского танкопрома. Но, к слову сказать, с них и спрашивали соответствующее. На советском авиазаводе номер 153 в Новосибирске за 4 года войны сменилось 3 директора. Если управленец не справлялся постоянно перед них с задачей, его просто снимали. Я думал, сейчас скажете, расстреливали. Ну да, из миномётов. Из реактивной остановки. Ну и, наконец, чтобы завершить уже вот это рассмотрение высоты обозрения всей отрасли, надо отметить ещё один такой достаточно интересный эффект. Мы с вами говорили о том, что к концу 1941 года эвакуация общества в целом завершилась. Проблема в том, что ряд заводов, уже вывезенных на восток, либо не смогли разместить на новых местах вообще, либо не сумели разместить так, чтобы они работали в полную силу. С другой стороны, после победы под Москвой у советского командования, ну, по крайней мере, у части советского командования наблюдалась определённая эйфория, окружение от успехов. Значит, гитлеровцы вложили все свои резервы в последний рабок, мы этот удар отразили, теперь мы погоним Гитлера до самого Берлина. Поэтому весна 1942 года – это начало, как ни странно, частичной реэвакуации. Скажем, Ступинский завод лёгких сплавов, его вывезли на Урал, там его полноценно разместить не смогли, поэтому его погрузили обратно в эшелон и отвезли обратно в Ступино. На мой взгляд, лучше бы вообще не вывозили, потому что до весны 1942 года он вообще не выпускал тот самый дюралюминий. Ну, разумеется, мечты о скором изгнании Гитлера, как вскоре выяснилось, были излишне оптимистичны, поэтому процесс реэвакуации очень быстро завершился. Но далее начинается не менее интересный процесс. Дело в том, что да, авиазаводы вывозились на восток, но на местах исходной дислокации оставались капитальные строения, оставалась инфраструктура, оставалась даже часть оборудования. Поэтому сначала там начали создавать авиаремонтные мастерские, потом авиаремонтные предприятия, а затем уже полноценные новые авиастроительные заводы. Фактически речь может идти даже не о том, что заводы эвакуировались, а о том, что они делились, продолжались деления. На 1941 год всё было ясно. Есть центральный промышленный район, который, в общем-то, составляет основу авиастроительного комплекса. Это Москва, Горький, Воронеж, Рыбинск. Есть авиастроительные кластеры в Ленинграде и на Украине. Ну и есть совсем такие точечные отдельные заводы в восточных регионах страны. На 1942 год, разумеется, значение центрального промышленного района резко снижается. Украинские и ленинградские авиакластеры фактически перестают иметь место быть. Зато очень существенно возрастает удельный вес Поволжья, ну и в несколько меньшей степени Западной Сибири и Урала. Так вот, к 1944 году за счёт того самого деления удельный вес центрального промышленного района фактически стал сопоставим с удельным весом Поволжья. Это, в общем-то, не планировалось, но, естественным образом, авиапроизводство в центральных регионах восстанавливалось. В первую очередь в Москве. Да, разумеется, и в Москве, но на самом деле не только. В Воронеже восстановили, ещё много где восстановили. А вот теперь, когда мы представляем себе основные векторы развития авиапромышленности, мне бы хотелось вернуться ещё к одному сюжету. Дело в том, что я в 70-го года рождения, моё становление сознательного человека пришлось на 80-е годы, и, к моему глубокому сожалению, советский агитпроп в 80-е годы очень частым, очень неумелым и несвоевременным словопотреблением слова «трудовой подвиг» замусолил и профанировал. Я хорошо понял, что мои школьники 80-х годов воспринимали это как такое очередное ритуальное бла-бла-бла. Я тоже школьник 80-х годов. Значит, вы меня понимаете. А на самом деле речь шла именно о трудовом подвиге. Да, я согласен, что самым кризисом, самым страшным временем для советского авиапрома был конец 41-42-го годов. Да, я согласен с тем, что весной 42-го года этот кризис потихонечку удалось преодолеть. Но это совершенно не значит, что с весны 42-го года повседневный советских авиастроителей стало приемлемой. Надо хорошо понимать, что вот это вот всё, о чём мы говорили, это ПЕ-2, это стахановские школы, возрастание удельного веса западного промышленного района, всё это происходило в условиях, которые наиболее чётко могут быть описаны словами «голодно» и «холодно». Да, начиная с весны 42-го года, положение с продовольственным обеспечением тружеников авиапромышленности перестаёт быть кошмарным. То есть, на карточке уже начинают что-то давать. Но это совершенно не значит, что ситуация становится хотя бы удовлетворительной. Советские работники систематически недоедали, а в общем-то дистрофия являлась ситуацией повседневной, это не воспринималось как нечто, выходящее из ряда вон. Известно, что… А, вот такой есть пример. Шахурин в своих мемуарах пишет, что он шёл по заводу и краем уха услышал разговор рабочих. Рабочие говорили, сегодня на обед опять, наверное, будет жезловка. Выяснилось, что наиболее неудобоваримые блюда в заводской столовой, они среди рабочих имели собственное название. Значит, если давали какую-то совсем уж разваренную баланду из воды, в которой плавало несколько горошин, это называлось жезловка. Потому, что директор завода была жезловка, вот жезловка. Если суп варили из свекольной ботвы, не самой свеклы, а из свекольной ботвы, это называлось голубое сияние, потому что она была голубая. А если суп варили, ну, официально называлось суп из воблы, но если я правильно понимаю, это был суп из, я не знаю, так правильно сказать, воблиных голов, воблячих голов, вообще из голов воблы, то это называлось карие глазки, потому что как бы глаза плавали отдельно. Над этим, конечно, можно хихикать, но известно, что директора авиазаводов официально имели право, если рабочий, наверное, прогуливал, не выполнял норму, переводить его на более низкую норму обеспечения, т.е. ему могли выдавать карточки не рабочего, а младшего обслуживающего персонала. Но, как правило, директора этим правом не пользовались, потому что сегодня рабочего переведу на пониженную норму снабжения, а завтра он просто перестанет ноги таскать в буквальном смысле этого слова. А кто будет план делать? Далее, надо хорошо понимать, что в годы войны обеспечение всех рабочих, в том числе рабочих авиапрома, товарами народного потребления, в первую очередь одеждой, было поставлено из рук вон плохо. Фактически новой одежды почти не было, поэтому рабочие ходили, вообще-то, оборванные, называя вещи своими именами. А ходить приходилось очень далеко, потому что третьей больной проблемой была проблема размещения. Опять-таки, значит, на конец 1941 года НКАП рапортовал, что в его распоряжении сейчас порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. А на первый квартал 1942 года, чтобы разместить уже имеющихся рабочих по нормам, по санитарным нормам, чтобы рабочие не сидели друг на другом голове, ему требуется ещё порядка 200 тысяч дополнительно. Причём ведь речь шла только о рабочих, а ведь у рабочих были ещё и семьи. Да, конечно. Соответственно, ну, вот такой достаточно наглядный пример. В Куйбышев было эвакуировано два авиазавода, номер один и номер 18, на производственную площадку того самого особо строя. Рабочих разместили относительно недалеко. По тем временам 5-6 километров до завода считалось, в общем-то, нормой. То есть, имейте в виду, что эти 5-6 километров каждый день пешком, ну, в общем-то, в достаточно обтрёкной одежде, а что делать с семьями? А семьи были вывезены приблизительно на 100 километров к востоку, и там их точно расселяли по деревням. То есть, понимаете, вас с семьёй эвакуировали в один и тот же год, извините, в один и тот же город, но свою семью вы увидите, скорее всего, после войны. И тем не менее, вот в этих вот условиях 20% рабочих авиапромышленности входили в движение двухсотников. Они изо дня в день выполняли по две нормы производства. Более того, в это же движение двухсотников входило движение тысячников, которые каждый день выполняли по 10 норм. Да, разумеется, были вообще какие-то уникумы, которые делали по 50-60 норм, но это всё-таки рекорды. А вот тысячники – это было движение, то есть, было несколько тысяч. И, наконец, вершиной этого движения стало движение фронтовых бригад, которые совершенно официально говорили, что мы будем трудиться в тылу, как на фронте, мы будем работать за себя и за того парня, который ушёл на фронт. И не один человек, а целая бригада каждый день делала по две нормы. Вот именно потому, что советские управленцы разработали ту самую систему перестройки авиапромышленности, а советские граждане были массово готовы трудиться за себя и за того парня, советская авиапромышленность сумела молотком забить ведомство Геринга под землю. Благодаря этому, в значительной степени, мы с вами здесь сейчас и сидим. Большое спасибо, у меня на этом всё. Спасибо, было очень интересно, как всегда. Спасибо. Прекрасное окончание цикла. Ну, мы надеемся, что вы нас не оставите. Хорошо. И мы придумаем с вами ещё, так сказать, темы, на которые поговорим впоследствии. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Всего самого наилучшего. Продолжение следует...